Друзья, всем привет! С вами Трибун и сегодняшняя рубрика «Одинокий красный чай». Сегодня вам посчастливится выпить чайку или кофейку только со мной и обсудить актуальные новости. Но я надеюсь, что от этого выпуск не будет менее интересным. Прежде чем мы стартанем, пожалуйста, не забывайте поддерживать нас вашими лайками, репостами, комментариями под видео, а также подпиской на канал. Это очень важно и крайне мотивирует нас продолжать свою работу. Сегодня мы поговорим о укреплении и расширении БРИКС, а также о активизации ей практических действий. Ну а также, конечно, дадим оценку, к чему же нас это ведет. Так, заваривайте чайку и мы начинаем! После капиталистической контрреволюции и развала Союза в 90-х годах у многих граждан России сформировались иллюзорные представления о том, что вот, мол, теперь на капиталистическом Западе нас будут воспринимать как равных. Мы с тобой одной крови! Ты и я! Что из этого получилось, мы все в общих чертах представляем. Кроме того, мы регулярно говорим об этом на нашем канале. Создание международных институтов, организаций, всегда носит вполне конкретную и определенную цель, а именно удовлетворение потребностей стран в нее входящих. Какие-то международные организации формально призваны работать во имя интересов всех стран и людей, живущих в них. Например, Организация Объединенных Наций. Здесь мы особенно подчеркнем слово «формально». А какие-то организации создаются под вполне конкретную и определенную группу государств. Например, всем известный НАТО. Несколько десятилетий назад мир выглядел значительно иначе, чем сейчас. Мир был двухполярный, с двумя противоборствующими общественно-экономическими системами – капиталистической и социалистической. Во главе них неформальными лидерами являлись США и СССР. Для упрощения союзнических отношений и продвижения собственных интересов капиталистические и социалистические блоки аналогичным образом создавали международные организации под себя. Наша ненависть к коммунизму не меньше, чем ненависть к Гитлеру. Их произнес Уинстон Черчилль. В широком смысле слова ключевые организации – это ОВД – Организация стран Варшавского договора и СЭФ – Совет экономической взаимопомощи для социалистического блока. И НАТО, СИАТО, СЕНТО и ряд других организаций для блока капиталистического. Такая модель международных отношений приняла устойчивое название – биполярный. Здесь крайне важно будет отметить, что, конечно, эта картина не является законченной, поскольку реальность всегда гораздо сложнее, чем теория. Какие-то государства вообще не участвовали в работе ни одной из организаций, а какие-то пытались, как говорится, усидеть на двух стульях. Тем не менее, ключевая мысль и логика складывания международных отношений была ясна – борьба капитализма и социализма, борьба капиталистической и социалистической общественно-экономических систем. Развал блока социалистических стран повлек за собой и обусловил перестройку всей международной политики, создав так называемый однополярный капиталистический мир. Во главе этого мира стал коллективный Запад, по-капиталистически теперь определяющий развитие цивилизации, общества, мировой экономики и политики. Отметим, что термин «коллективный Запад», так принятый в обиходе, на самом деле, опять же, не столь прост. Сюда, помимо Северной Америки и стран Евросоюза, безусловно, можно отнести Японию, Южную Корею и не только. Доминирование коллективного Запада практически во всех сферах жизни общества продолжалось, грубо скажем, 30 лет. И вот только сегодня, только сейчас мы замечаем первые отголоски того, что все, кажется, может измениться. Правда, не так кардинально, как нам бы хотелось. Участвовавшие в этой игре стульев государства начали заявлять свои претензии на мировое господство, говорить о неприемлемости однополярной, сугубо прозападной системы мирового устройства. Однако, если сравнивать, например, Первую Холодную войну и дни сегодняшние, то мы можем поставить однозначный диагноз. Речь не идет о соперничестве двух разных общественно-экономических моделей развития. Речь идет о, так или иначе, капиталистических моделях развития. Проще говоря, противостояние идет не между социализмом и капитализмом, а между двумя разными капиталистическими блоками. Мы искренне надеемся, что наши дорогие зрители не определяют современный государственно-капиталистический Китай как государство социалистическое. И цель такого противостояния между коллективным Западом и странами, которым это доминирование крайне надоело, вполне понятна. Это равный доступ управлениям мировой экономики. Сегодня этот доступ явно перекошен в западную сторону. Однако вновь подрастающие маленькие капиталистические хищники опасливо, но уже довольно настырно поглядывают в их сторону. На сегодняшний момент пока только коллективный Запад определяет правила игры в мировую экономику и мировую валютную политику через соответствующие международные организации. Основная мировая резервная валюта, доллар США и евро, именно страны Евросоюза и США обладают крупнейшими эмиссионными центрами Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком. Запад зарабатывает на покупке и продаже своей валюты отличные деньги. Также они зарабатывают на ее резервном статусе, деятельности банков-респондентов, кредитных ресурсах. И кредиты даются под вполне определенные условия. Вы либо принимаете нашу кредитную и, в принципе, экономическую политику, или денежек вам не видать. Бороться с этой системой в рамках правил игры, ей уже установленных, практически невозможно. Это и понимают государства, которые не вписываются в западную модель. И поэтому делают ставку на формирование собственных глобальных международных институтов. Мы будем очень условно называть их коллективный Восток или глобальный Восток. Отлично понимая, что здесь тот же самый случай, что и с коллективным Западом. Больно разношерстная мировая арена, поэтому и название это вновь весьма условное. Восточный блок создавался далеко не сегодня и даже не вчера. Он начал активно формироваться и развиваться еще в 2000-е. Однако именно сегодня он начинает обрастать новым практическим смыслом. Ключевым организациям сегодня можно отнести шанхайскую организацию сотрудничества, ШОС и БРИКС. Ранее она же БРИК. У них несколько разной функции. ШОС – организация полноценная, со своей вполне сложившейся структурой. В современном виде ШОС образовался в 2001 году и изначально туда входило 5 государств. Китай, Россия, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Далее присоединились Узбекистан, Пакистан и Индия. Авторы ШОС вынашивали вполне себе глобальные планы. И это стало особенно понятно в 2017 году. В этом году к ШОС должен добавиться также Иран. И тогда шанхайская организация сотрудничества будет вполне интересно представлена. Ее члены занимают 20% земной суши и почти 50% населения Земли. Китай, Россия и Индия – это отличные, крупные и вполне перспективные при разумном управлении государства. Подробная структура ШОС напоминает НАТО, за исключение, конечно, военного блока. Изначально ШОС не является военным альянсом, хотя военная составляющая есть. Ее основа – это создание зоны безопасности на своих границах. Но также это мощное геополитическое и экономическое образование. ШОС нацелена помимо обеспечения безопасности на создание общего рынка экономики, в том числе цифровой, инновационной, рынка технологий, сотрудничества, развития удаленных регионов и т.д. А это интересно всем странам, даже уже не только участникам ШОС. БРИКС. Принципиальное отличие БРИКС от ШОС состоит в том, что БРИКС – это, по сути, клуб государств, обсуждающих мировые события и координирующие в рамках этого свои действия. Объединение стран БРИКС было создано в 2006 году по инициативе России, и в нее помимо последней вошли Китай, Индия, Бразилия, а чуть позже ЮАР. Ближайший аналог БРИКС – Большая Семерка. БРИКС заработал не сразу, ведь даже саммиты начали проводиться с 2009 года. А перспективы на глобальную рулин показал в 2010-х, когда стал лоббировать реформы Международного валютного фонда и Всемирный банк. Учредил новый банк развития в 2014 году. Подписал договор о создании полуусловных валютных резервов стран-участниц БРИКС, что, по сути, означало создание своего резервного фонда. В текущем году деятельность организации привлекла к себе пристальное внимание планами о создании собственной единой валюты, и это явный камень в огород американского доллара. В текущем 2022 году мы стали все чаще замечать новости о расширении БРИКС. На сегодняшний момент заявки на вступление уже подали Аргентина и Иран, а вступление согласовывают также Турция, Египет и Саудовская Аравия. И в этом вопросе это далеко не единственный важнейший экономический показатель, демонстрирующий для глобального запада печальные тенденции. Ну и кто здесь в перспективе ведущая экономическая сила? Вы меня спросите, почему же тогда юань, рупия и рубль не являются мировыми резервными системами? Все довольно просто. Баланс сил действительно сместился, но мирно договориться о перенастройке существующей экономической системы не получается. Соответственно, это необходимо сделать принудительно в рамках, например, Второй Холодной войны. И по итогу мы видим, как перед нами разыгрывается несколько сцен, спектаклей, театров, военных и экономических действий. Из них наиболее яркий сегодня это Украина. Она является своего рода тестом проверки политических и экономических возможностей, показывает сильные и слабые места противоборствующих сторон. Ситуацию на Украине очень условно можно назвать прокси-войной. Второй театр. Тайваньский кризис. Кстати, последние новости опять же говорят о том, что Вашингтон и Пекин готовятся слиться в этой убийственной схватке. Ближний Восток. Это, конечно, жемчужина. Там есть нефть, газ, транспортные коммуникации. Не успел Байден посетить Саудовскую Аравию, как мы увидели саммит между Турцией, Россией и Ираном. Чуть менее заметные, но в перспективе аналогично горячие точки. Это Балканы. Перепалка между Сервией и Хорватией. Болевая точка здесь, как обычно, Босния и Горцеговина, а также Косово. Африка. Кладезь ресурсов. Там вообще своя история. Китайские компании и российские ЧВК активно теснят французов. Африка, конечно, на сегодняшний момент не основной театр противостояния, но она вполне может таковым стать. Нельзя исключать отсюда и Латинскую Америку. Это, конечно, пока спящий театр противостояния, но неизвестно, насколько это надолго. А дальше нас ждет длительный исторический путь противостояния. Это совсем не значит, что завтра у нас грянет треть мировая война, или кто-то по кому-то бахнет атомным оружием. Хотя, конечно, в текущей ситуации нельзя исключать и такого. Но, по сути, подобного плана противостояния это крайне долгоиграющий процесс. И маятник может качаться туда-сюда бесконечно долго. От обострения до вновь смягчения отношений. И здесь судьба конфликта решается совсем не на поле боя. Хотя, конечно, это тоже важно. А в первую очередь в мировой экономике. Основной вопрос на сегодняшний момент сводится к тому, что сможет ли коллективный Запад удержать верховенство в этой самой мировой экономике. Каким же должно быть наше отношение ко всему происходящему? Во-первых, нужно четко понимать, что поддерживать или не поддерживать тот или иной блок мы просто не можем. Потому что мы вообще не есть политическая сила. А поддержка это все-таки действие активное. Поэтому наша задача, как и всегда, я здесь буду, может быть, крайне банально, просто продолжать работать над тем, чтобы что-то начать из себя представлять. Но, тем не менее, давать определенную оценку мы можем. И здесь я категорически не хочу и не буду скатываться в извечную дилемму жаба или гадюга, чтобы в итоге прийти к тому, что все плохо. То, что все плохо, понятно и без меня. То, что это блоки капиталистические и ничего хорошего, трудящимся в принципе не сулят, это, мне кажется, истина. И аксиома, поэтому лишний раз об этом говорить просто не вижу смысла. Нынешний блок капиталистов, претендентов на господство в мировой экономике все же с нашей точки зрения, с точки зрения трибуна чуть-чуть более прогрессивен, чем блок западный. В КНР, например, Госкап под руководством Компартии. То есть в целом даже есть шансы, что они теоретически могут повернуть руль в нормальный социализм. А в ряде других стран вообще левые правительства, как, например, в Аргентине. Кроме того, для нас, как для коммунистов, все-таки более выгоден тот блок, который, по крайней мере, не проводит яркую антикоммунистическую политику. И здесь, как мне кажется, выбор очевиден. В моральном же плане США со своей шайкой в крови отступни до макушки. И опять же, даже только поэтому должны пасть. Так как противостоящий им блок даже пока на процентик столько не натворил, сколько эти ребята. Восточный блок, с нашей скромной точки зрения, все же является чуть более прогрессивным, чем западный. Поэтому предлагаем левому сообществу и левой аудитории не скатываться в извечно любимые состояния по типу «жаба или гадюка» или «типутин». И все-таки смотреть на вещи чуть более полно. И все-таки смотреть на вещи чуть более полно.